На выставку в экспоцентр привезли технику со всей России. Гостям показали машины, полезные в городском хозяйстве. Центральным экспонатом выставки стала Новосибирско-Белорусская разработка, модернизированный трамвай. Технология позволяет не только обновить автопарк, но и значительно сэкономить бюджетные деньги. Город уже готов принимать заказы от других регионов. Александр Вяткин о современных транспортных технологиях. Вот он, главный экспонат выставки «Транссибирия». Первый трамвай, собранный в Новосибирске на совместном российско-белорусском предприятии. Вагон доставили в экспоцентр, чтобы показать гостям из соседних регионов и заинтересовать их качеством сборки и стоимостью этой машины. Этот трамвай обошелся городскому бюджету всего 18 миллионов рублей. Для сравнения, цена на новый вагон, собранный в России, около 25 миллионов рублей. Зарубежные трамваи вовсе продают за 30 миллионов. Экологически чистым транспортом новосибирской сборки заинтересовались гости выставки из Омска и даже Ростова. О заключении контрактов говорить пока, конечно, рано. Но начало положено. Кстати, себестоимость этого трамвая можно уменьшить еще до 15 миллионов рублей. Чем больше трамваев мы будем выпускать в год, тем он, естественно, будет дешевле. Потому что коллектив-то создан, зарплату надо платить. Но эта зарплата распределится либо на 10 трамваев, либо на 3. В этом году на совместном с белорусами предприятии планируют собрать еще 9 подобных трамваев. Все они будут ездить по Новосибирску, в основном по левобережным линиям. На выставке, кроме нового трамвая, полезной для города техники практически не было. За исключением Екатеринбургской вакуумно-подметальной машины. Ее стоимость почти 7 миллионов рублей. Но разработчики уверяют, техника этих денег стоит. Если сравнивать с импортными аналогами, ну, оба управляемых моста, полный привод, возможность работы на газовом. С такими параметрами зарубежных аналогов нет. Среди легковых машин, в том числе известных мировых брендов, на выставке представлена новинка отечественного автопрома. Ядовито-желтая «Лада Икс Код», заметно издалека. Это собирательный образ, это не конкретный автомобиль. Но мы хотим подчеркнуть направление стиля, которое будет развиваться, направление спортивности, которое мы будем развивать в наших автомобилях. То есть машину с таким дизайном на дорогах мы не увидим. Впрочем, очень похожая на корейские автомобили российская «Лада» ажиотажа на форуме «Транспорт Сибири» не вызвала. На выставке «Транссибири» не только показывают новую технику, но и рассказывают о современных технологиях. В частности, о методах ремонта дорог. Здесь представлены два способа. Первый – это устройство защитного слоя асфальтобетонного покрытия. И второй способ – работа струйно-инвекционным методом. Эти технологии называют прогрессивными. И, кстати, уже несколько лет используют при ремонте дорог в Новосибирске. Александр Вяткин, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Продолжение следует...